привет всем вот слушал только что там дмитрия гердона там у него был человек который написал книгу как победил во второй мировой войне советский союз и он сказал что в 41 году было аномально холодная зима вот аномально холодная там вот когда бой был панфиловцев чуть ли было не минус 20 температура а вот когда умер сталин уже хотел евреев там переселить там куда-то вывести как он был как вывозили чеченцев как вывозили крымских татар это был по моему праздник куром и он окочудился то есть у него там был инсульт так вот я вам хочу сказать вот эти вот вот эти вот как бы случайности это не случайность это показывает как работает всевышний как работает этот мир советский союз должен был победить он победил так хотел создатель мира поэтому 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 я думаю что мы будем наблюдать очередное чудо потому что всевышний не всегда явно показывает свое вмешательство мы можем как бы мы думаем мы можем кому дано это чувствовать вот это чувствует об этом говорят наши модели ци как бы есть люди которые понимают высший замысел вот в этот раз россия но пусть у них это не хочется говорить россия потому что я в принципе не такой прямо противник россия противник путинской россии вот потому что путин это не только беда украины это беда всего мира включая россию тоже поэтому если вы вот кто меня слушает там тролли украинцы там из беларуси меня много смотрят с германии даже со всего мира которые говорят по-русски вот я могу и по английски это записать тоже это не проблема конечно я не говорю на английском так флюент ли как in russian но достаточно хорошо так вот с акцентом правда но это не проблема с акцентом говорит вся америка вот в англии свой акцент дело не в акценте это все я говорю по-английски с грузинским акцентом это мой афоризм поэтому еще один раз чтоб никто не украл я затвердил это я я говорю по-английски с грузинским акцентом так вот мы будем наблюдать как говорится но путин решил шоу он как бы владыка мира что он он на себя берет функции бога вот то есть бросает вызов всевышнему вот я думаю как говорится что всевышний ответит есть ангелы которые он поручит поручит эту работу но всяком случае небесное воинство вот разберутся так что вы ребята сильно не обольщайтесь там потому что мы евреи на смотрим на мир по-другому потому что самый народ которому была дарова натура от 10 заповедей тавторе потом потом это появилось у вас через другие религии вот но это как раз основа мироздания 10 заповедей когда они нарушаются нам всевышним и очень не нравится и вот таким людям как я тоже очень не нравится потому что это неправильно и так не должно быть и так не будет вот и дело тут не в украине потому что империя зла нацелилась уже уже на молдавию на казахстан сказали приготовьтесь там там будут свои бендеровцы будут бендеровцы в молдавии будут бендеровцы в казахстане смешно даже подумать да вот но это они все придумают вот уже началось в тирасполе вот и задача они хотят оккупировать молдавию они хотят воссоздать советский союз а что такое советский союз это тюрьма народов но если уже сегодня в их российские студенты там в казани или где вы когда на лекции в университете когда им говорят о вреде нато и украине какие они хорошие они просто смолча встают и выходят из лекции вот эти молодежь вот за вами будущее россии потому что но на всех же они же на они же всех не могут вот вы должны вот таким вот поведением выходить с лекций показывать свое ф вот создавать группы потому что за вами вы будущее не вот этот нафталин который сегодня там в кремле даже нафталин все это люди которые не мыслят критериями современности 21 века они живут там где-то в тридцать седьмом году вот они еще сделали 37 год в россии в беларуси хотят сделать 37 год в украине не получится не получится потому что силы добра сильнее намного мы с богом мы с богом а в россии 2 иерусалим 2 1 но не 1 2 авто может быть 2 может быть 3 1 только один вторых и третьих много а первых только один иерусалим находится в израиле вот поэтому иерусалим будет решать обит обитованная земля которая дала миру тору говорит что-то что это зло раз мы говорим что это зло так всевышний тоже так думает что это зло потому что мы люди мы люди от бога вот поэтому зло будет наказано мы не мы зла не потерпим и мы не будем молчать мы будем говорить вот как говорил варлам шаламов кстати варлам шаламов бы путину руку не подал бы солженицын дал а варлам шаламов нет